На связи со студией Фридом Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Прежде всего, хотели бы обсудить удары по Крыму. Украинские защитники провели уже массу успешных операций на море. Севастополь, подводная лодка, десантный корабль, катера подбиты. Какова финальная цель, происходящая в оккупированном украинском Крыму? Ну, давайте сразу зафиксируем, что это не удары по Крыму, а удары по оккупационной инфраструктуре. То есть, по, собственно, тому, что там не должно находиться, военная инфраструктура, которую там устроила Российская Федерация. Насколько мы понимаем, мы с вами прекрасно это понимаем, что Россия заходила в Крым в 2014 году исключительно, чтобы получить возможность превратить его. Конечно, они не вкладывали деньги в какие-то индустрии, туризмы, рекреации и так далее и тому подобное. Они превращали это в абсолютно конкретную большую военную базу. Поэтому, что делает Украина? Возвращает полуостров Крым то состояние, в котором он, собственно, и должен находиться. То есть, в гражданское состояние, скажем так. Поэтому, с точки зрения нанесения ударов по военной инфраструктуре Российской Федерации, это объективное развитие хода войны как таковой. Потому что, тут надо уже четко говорить о том, что через полуостров Крым идет основное снабжение российской оккупационной группировки. Не решив проблему снабжения, безусловно, мы будем иметь тяжелые затяжные бои по линии фронта. В целом, вот как раз-таки наоборот, уничтожение и транспортных магистралей, которые проходят через Крым и через Керченский пролив, и уничтожение складских возможностей, которые находятся в Крыму. А для этого, в свою очередь, нужно уничтожать системы радиолокационного контроля воздушного пространства над Крымом, уничтожать те же системы про ПВО, в том числе Триумфа, о которых вчера президент говорил, и так далее. Это позволяет открыть небо над Крымом и более эффективно наносить удары по военной инфраструктуре. Что касается акватории Черного моря, это более глубокая задача, намного более важная. Она должна показать несостоятельность России с точки зрения попыток контроля, монопольного контроля, военного контроля над акваторией Черного моря, несостоятельность попытки России превратить акваторию Черного моря в акваторию внутренней юрисдикции. Ну и, соответственно, Украина эффективно использует морские технологии, морские дроны для того, чтобы показать бесперспективность России, вот эти попытки России доминировать. К сожалению, еще до конца задача не решена, потому что мы видим с вами, что все-таки ракетоносцы России продолжают использовать для ударов калибрами по гражданскому населению. Ну, в России один тип ведения войны. Это, безусловно, уничтожение гражданской инфраструктуры, уничтожение гражданского населения. Ну, то есть такой классический геноцидный тип войны, запугивания и так далее. Вот для того, чтобы решить три задачи. Открыть небо над Крымом, уничтожить инфраструктуру, в том числе транспортную инфраструктуру, в том числе магистральную инфраструктуру, снабжение из континентальной России. И в то же время отогнать в акватории Черного моря их от территориальных вод, которые интересны Украине в полном объеме и так далее. Вот осуществляются все эти операции по Крыму. Мне кажется, если вы ставите вопрос, какая конечная финальная цель, она очевидна. Отсечь, еще раз подчеркиваю, Крым от континентальной России, перестать, чтобы Россия перестала его использовать как основную базу снабжения чистую. Ну и, соответственно, подготовить те необходимые мероприятия для оккупации, о которых постоянно говорит наше, скажем так, военно-политическое руководство. Украинские защитники накануне освободили Андреевку в Донецкой области. Это неподалеку Бахмута. Но установить флаг, там вот, пишут негде, село полностью разрушено. Об этом сообщили в 3-й штурмовой бригаде. Знаете, одновременно радостно и грустно, когда видишь буквально тактику выжженной земли, которую применяют оккупанты, отступая. Это не то, что радостно и грустно. Все, что касается деоккупации, все, что касается максимально жесткого уничтожения российских оккупационных войск, это радостно, безусловно, потому что это, в принципе, приближает мир в целом. Я даже так сказал бы, мир не то, что Украину, а мир в целом к более стабильному будущему, потому что наличие такой России, безусловно, это постоянные риски для глобального миропорядка. Что касается уничтожения или тактики выжженной земли, так Россия не пришла сюда что-то нести доброе. У нее нет ничего. Посмотрите на собственную территорию Российской Федерации. Там все неухоженно. Они не умеют жить. Это люди, которые умеют только как саранча приходить, уничтожать и убегать, переходить на следующую. Почему, собственно, они во внешней политике всегда ведут себя столь агрессивно? Потому что они всегда завидуют качеству жизни других людей, других этносов, других государств, других территорий. И, соответственно, из-за этой зависти они ненавидят этих людей и приходят уничтожать для того, чтобы люди тоже жили в тех условиях, в которых живет Россия. С Украиной еще хуже ситуация. Вы видите, что они там делают эти оборонительные сооружения, насыщают митами все. Почему? Вот те люди, которые там, маленький процент людей, коллаборантов, они ведь искренне надеялись, что предатели всегда будут жить в шоколаде. То есть они думали, что придет Россия, там будут деньги какие-то, развитие территории и так далее и тому подобное. Нет никакого развития территории. Россия пришла просто уничтожить эту территорию, безусловно, взять под контроль какие-то там полезные ископаемые, уничтожить, опять же, экспортные отрасли Украины, которые в том числе сельского хозяйства базировались в этих регионах и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы Украина имела последствия этой войны еще долгие годы. Ну, с точки зрения экономики, с точки зрения, условно говоря, заминированных полей и так далее. То есть Россия умышленно пришла полностью все разрушить. И вообще, концепция русского мира – это «прийди и уничтожь», «разори» и так далее. То есть, нету созидательной концепции русского мира. Русский мир – это всегда разрушение. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем, что делает Россия. К сожалению, в мире еще есть направление, есть страны, которые не до конца понимают принципы войны, которую исповедует Российская Федерация. Но мы постоянно пытаемся это объяснять. Они, в принципе, все такие, да? Вот, как говорили у них, от солдата и до маршала. Вы помните эти знаменитые фотографии, когда они писали краской на стенах в домах? Кто вам разрешил так хорошо жить? Да, это было, безусловно, внутреннее, вот это внутреннее содержание российского солдата. Ненавистия, да, вот просто. Да, солдата классического оккупанта, который пришел насиловать, убивать, грабить и так далее. То есть, это такой мародер. Максимально, я прошу прощения, слово «отребье» можно использовать. Вот российская армия, это такая армия. Да, там были какие-то части спецназов, у которых там контрактные обязательства какие-то, ну, их там мизер был какой-то и так далее. Но даже эти части совершенно вели себя абсолютно разнузданно и так далее. Вот они и приходят, еще раз, они вот этот навал, да, такой навал Орды, навал Саранчевой, вот это, знаете, там, полностью поле засыпано Саранчевой и так далее. Вот они пришли именно к грабить. То есть, это в конце и убивать. Безнаказанно. Более того, я все время напоминаю, чтобы мы не забывали, в 2022 году в парламенте российском, да, понятно, что это не конкурентная площадка, что там нету никакой дискуссии, это формальный орган и так далее, никакого влияния на политическую жизнь не оказывают. Но, тем не менее, они все-таки хотят там в корпоративную ответственность друг друга заводить и так далее, ну, то есть коллективную ответственность. И, соответственно, они приняли решение о том, что все преступления, совершаемые российскими военнослужащими на территории Украины, абсолютно безнаказаны, юридически не будут иметь никаких последствий для людей, которые их совершают. То есть убийство, насилие, убийство детей, выкрадание, воровство детей, соответственно, все это не будет иметь никаких наказаний. То есть, понимаете, они даже на государственном уровне узаконили право быть негодяем, редкостным негодяем. Я помню слова одного из этих негодяев, который, слава богу, уже почил Бази, это так называемый Владлен Татарский. Перед тем, как он погиб, было какое-то там награждение очередное в России. Я помню, что он говорил в интервью, это было две фразы «всех ограбим, всех убьем». Помните? Так это не только он. Это практически все время они на всех мероприятиях. Мотив такой, да. Да, красная линия проходит «всех ограбим, всех убьем». И они продолжают же, смотрите, ну давайте четыре краеугольных камня российской пропаганды, они ведь примитивны четко. «Всех ограбим». Дальше, безусловно, и всех убьем. Это ключевое. Вторая часть. «Зайдем танками в Берлин, Прагу, в Киев и так далее. Будем всех давить». Третья. Россия – великая страна, поэтому все должны перед нами стоять на коленях. И четвертое. Ну если вы не хотите все стоять на коленях и если мы будем проиграть войну, то мы используем против неядерных стран ядерное оружие. Ну то есть настолько смелые эти ребята, да. Но это как всегда, это знаете, это классические уличные. Я же почему говорю, что тут не надо применять риторику, которая там интеллигентская и так далее. Это обычный попник, который наглеет, наглеет в подворотне, пока не получил по своим там сусалам. Я прошу прощения, опять же, за терминологию, тут другое не применишь. И так далее. После этого он сразу бежит где-то брать там пистолет, чтобы выстрелить безоружного человека, да. И лежал его сам. Ну или же это безусловно. Это они будут везде жаловаться, то, что собственно сегодня они делают на международных площадках постоянно, постоянно говорят о том, что Россия имеет право заходить куда угодно и убивать кого угодно. Почему вы хотите отказать нам в этом праве? Мы живем в 17 веке, поэтому мы имеем право резать и так далее. Вот в принципе четыре краеугольных камня российской пропаганды, они достаточно банальны, но они в принципе видите все еще работают на внутреннем рынке понятно, на внешнем рынке гораздо хуже уже. То есть это недовоенная ситуация, вы помните, да, насколько влиятельна была в пропагандистском смысле Россия после 14-го года, после первого этапа, после плацдарменного этапа войны, как долго она обрабатывала общественное мнение на Западе с точки зрения, что вы знаете, не все так однозначно, мы наверное имеем право там что-то делать, потому что тут убивают каких-то мифических людей Донбасса. При этом никто почему-то не задавал мне когда вопрос, а какие люди Донбасса первое, второе, а почему же до 14-го года вкладывала Украина столько денег в развитие регионов, условно говоря, посмотрите, какой был Донецк до появления там Российской Орды и каким он стал в течение вот этих 8 лет до начала полномасштабного вторжения. Да, это был город Росс, и я помню тоже, как изменила их риторика, они говорили там дойдем до Берлина, потом во время войны в Украине они уже говорили дойдем до Лиссабона, ну, как говорится, пусть говорят. Хотел с вами обсудить фарс с так называемыми выборами, которые Россия провела на временно оккупированных территориях. Какие будут последствия для страны-оккупанта, как вы считаете? Ну, во-первых, это даже не фарс, это отсутствующее событие, то есть это исключительно действие пропагандистского толка, рассчитанное на максимально непритязательного внутреннего потребителя, потому что ни для внешних рынков, ни для нас с вами это не является юридическим действием, кроме одной части. Очень важной части. Попытка аннексии, я неоднократно об этом говорил, попытка аннексии, то есть попытка проведения вот этих политического типа действий под дулами автолата во время активного ведения боевых действий, оно приравнивается к самостоятельному виду преступления, соответственно, все организаторы так или иначе уже совершили преступления. Безусловно, они сейчас протоколируются. Вы, кстати, знаете, что буквально вчера господин Хан был... Открыли офис, да. ...международного криминального суда в Гааге. Безусловно, это очень важно, потому что все фамилии людей, которые совершают конкретные преступления, а не разные составы преступления. В данном случае вот эти гражданские, которые так или иначе принимали участие в организации этого процесса, они уже являются соучастниками большой преступной группы, которая провела попытку аннексии, попыталась осуществить попытку аннексии. Не забываем, что автором этой попытки является господин Кириенко. Есть такой субъект в администрации президента Путина. Соответственно, все, что происходит вот такого политического действия на территории, оккупированных территориях Украины, за этим стоит этот субъект. И, безусловно, он свой ордер точно получит, в том числе в связи с попытками проведения двух незаконных сразу действий, двух попыток аннексии, это референдум. Помните, да, они так называли мероприятие пропагандистского толка год назад. Сейчас вот это действие, которое они называют выбором. Поэтому, конечно, все фамилии будут установлены в полном объеме. Вы же видите, что, в принципе, можно установить все сегодня. Трафики отслеживаются, поведенческие реакции людей отслеживаются, соучастие тех или иных субъектов, в том числе бывших граждан Украины. Ну, или те, которые пытаются потом после освобождения этих территорий достать украинский паспорт, ну, и показать, что на самом деле они тут сопротивление организовывали и так далее и тому подобное. Вот эти все люди будут установлены и, конечно, они будут иметь большие юридические проблемы, в том числе граждане Российской Федерации. Президент Владимир Зеленский планирует посетить Нью-Йорк, Генассамблею ООН, которая начнется на следующей неделе. СМИ уже называют эту поездку очень важной на данном этапе войны, когда Украина ведет наступление на суше и на море. Какие сейчас главные темы Украина будет поднимать, президент будет поднимать на международной арене? Главные темы это, безусловно, актуализация вообще понимания, что такое война, какого типа войны ведет Российская Федерация, то есть нужно делать правильное, ставить правильное. Акценты, что Россия не просто здесь воюет за какую-то территорию, а она исключительно настроена на уничтожение украинской государственности и максимальное уничтожение гражданского населения, ну и разрушение инфраструктуры Украины. То есть нужно подчеркивать, что в связи с этим, в связи с такими мотивами этой войны нет никаких возможностей вести переговорные процессы с такими субъектами, как Путин и все остальное. Вторая составляющая, это, безусловно, акцентуация важности формулы мира, где есть главный пункт, пункт номер 6 в формуле мира, ну для нас с вами понятно, это первый пункт, это немедленный выход российских оккупационных войск с территории Украины. Это единственный способ действительно перейти в какие-то там политические дебаты с точки зрения, что Россия должна будет выплачивать, какую ответственность она должна будет нести в связи с этой войной других переговорных позиций. Но на сегодняшний день не существует, это не только мы говорим, это говорят многие участники, которые так или иначе отслеживают то, что происходит. Третья составляющая, очень важная, мне кажется, как раз на территории Соединенных Штатов она будет актуально звучать, это необходимость ускорения поставок военной техники, особенно авиационного компонента, особенно дальнобойной ракеты, в сегодняшний день мы с вами видим и по примеру того, то, с чего начинали разговор по Крыму, мы видим, что дальнобойная ракета отлично отрабатывает задачи. Какие задачи? Это резкое сокращение боеспособности российской авиационной группировки за счет снижения ресурсных подвозов. То есть вы уничтожаете транспортную логистику, уничтожаете склады как таковые и безусловно Россия не получает доступа к дополнительным ресурсам уничтожения. Вот дальнобойная ракета авиационный компонент, который реально резко облегчит возможности продвижения вперед и ускорит темпы продвижения как таковые. Ну, то есть вот эти основные вопросы, которые... Ну и главный. Главный, на мой взгляд, это опять же актуализировать, еще раз подчеркиваю, тему войны. То есть мир должен понимать, что несмотря на наличие других проблематик, а их всегда много, глобальный мир живет же многими вопросами и так далее, все-таки война в Украине, масштабная большая война в Украине, действительно приведет к тем или иным новым правилам глобального общежития, в том числе правил, которые будут изменять на глобальную безопасность. Это очень важно, чтобы это все понимали, и, соответственно, дискуссия шла уже на уровне, как нужно будет дальше обустраивать мир с учетом того, что вот такой тип государства, как Российская Федерация, которая не готова придерживаться норм и правил международного права, действительно существует. В Румынии строят укрытие для людей и даже вот рассылают экстренные сообщения на мобильные телефоны, на территорию страны, напомню, падают обломки российских дронов, Румыния вызывает российских дипломатов на ковер. Как вы расцениваете происходящее? Будет ли НАТО делать все-таки какие-то выводы? Ну, понятно, никто не говорит применять там пятую статью, но, например, закрыть небо в этом секторе это в их силах. Ну, на мой взгляд, в принципе, двух арест, официальные Бухаресты, Румынии ведут себя абсолютно правильно, то есть они не скрывают ничего, мне вообще нравится, мне симпатична модель их поведения. Они четко говорят, да, мы видим чьи-то обломки, да, мы заинтересованы в обеспечении безопасности жителей села Плавру, ну, которые находятся, собственно, на границе возле Измаила, там буквально 300-400 метров. Соответственно, они, по сути, давайте, по сути, де-факто инициировали статью четвертую консультации в рамках коллективного органа безопасности НАТО, что мы делаем и так далее. На мой взгляд, там есть два принципиальных решения, оба позитивные. Первое, мне больше, намного больше нравится эта передача дополнительных систем противоракетной, противовоздушной обороны Украины, чтобы мы дозакрыли небо, ну, то есть, учитывая объем территории Украины, учитывая, что Россия наносит удары по гражданским объектам по всей территории нашей страны, ну, соответственно, систем противоракетной обороны должно быть намного больше. Вот это хороший путь, то есть передавайте Украине, мы в том числе на южном направлении, в том числе в направлении Дуная, в том числе в направлении Измаила, ну и понятно, Румынии, будем закрывать небо и действительно резко уменьшится возможность попадания тех или иных облаков на территорию Румынии. Вторая часть это ставить систему противоракетной обороны на территории Румынии для того, чтобы они эффективно и превентивно отрабатывали вот эти дроны, случайно залетающие в воздушное пространство других стран. То есть два этих решения есть, посмотрим какой из них будет принято, я думаю, что все-таки решения будут какие-то приняты. Ну и важно понять, тут есть официальное заявление НАТО о том, что они, безусловно, понимают случайность инцидентов, то есть случайность падения этих обломков, что нет злонамеренного плана нападать на Румынии. Ну то есть, грубо говоря, тут как раз-таки то, что вы говорите, акцентировать пятую статью, в принципе, нет смысла. Но, на мой взгляд, идти по пути увеличения защиты воздушного пространства и лучше через Украину, то есть предоставив Украине больше комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, мне кажется, это решение этой проблемы, в том числе для Румынии. — Михаил, хотел бы поговорить о встрече диктаторов. Вот Ким Чен Ын приехал на поезде, на своем бронепоезде в Россию. Что, как вы считаете, стоит реально за этим визитом? Действительно ли говорит о том, что у России такая нехватка оружия, и вот Путин готов кланяться буквально северокорейскому диктатору? И что может получить Северная Корея взамен, если предоставит Москве вооружение, соответственно? — За этим стоит, безусловно, надутость Ким Чен Ына. То есть ему хочется какого-то чуть-чуть более глобального статуса. А чем он имеет? То есть он там играется в театре кукол в самой Северной Корее. Бессловно, ему хочется чувствовать себя более весомым. И вот он почувствовал это при униженном Путине. Это действительно смотрится эффектно, потому что еще буквально напомню, до начала полномасштабного вторжения Путина считали действительно влиятельной персоной глобального политического процесса. Это несопоставимо по весу и влиянию с тем же Ким Чен Ыном. Сейчас мы с вами видим совершенно другую и обратную картинку. Один проситель, причем такой униженный проситель — это Путин, который, безусловно, сегодня выглядит не то, что не как глобальный лидер, а даже не дотягивает до уровня регионального лидера. Это просто человек с маниакально выраженным желанием убивать людей, не более того. Ну и, соответственно, что касается Северной Кореи, ну вот они свое там самолюбие потешили. Несомненно, это для них очень важно. Кроме этого, они получат определенный объем продуктов, какие-то технологии, еще что-то. Ну, то, что смогут получить там возможность строительства дорог. Ну, Северная Корея, вы же прекрасно понимаете, это страна абсолютно нищая, она действительно нетехнологична. Какие-то даже такая страна, как Россия, которая тоже нетехнологична, что-то там в большем объеме может Северной Кореи дать. Взамен, безусловно, все примитивно. Взамен Северная Корея уже дает, насколько я понимаю слова господина Буданова, уже дает Российской Федерации дополнительное оружие старого советского образца. Это 152-122 снаряды артиллерийские, это реактивные снаряды к системам град, реактивным залповым системам. Это минометы разных калибров и минометные снаряды, мины разных калибров и так далее и тому подобное. Мне кажется, что достаточно примитивно все это выглядит. Никаких эпохальных и глобальных, конечно же, прорывных переговоров не было. Все очень и очень прагматично, примитивно, как вы правильно сказали, свойственно диктаторам с очень таким специфическим уровнем понимания современного мира. Как вы считаете, то, что Северная Корея идет навстречу России в поставках оружия, может каким-то образом все-таки повлиять на решение того же, например, президента Байдена, который вроде как пишут, в том числе и западные СМИ уже близок к тому, чтобы разрешить поставки атакомсов в Украину, а там, я думаю, что и таурусы немецкие появятся. Как вы считаете? Безусловно, в какой-то степени это повлияет. Будем надеяться, что в максимально позитивной степени повлияет на принятие решения о необходимости паритетной передачи Украине дополнительных объемов оружия, особенно тех форматов, которых у нас еще нет, в данном случае говорим о дальнобойной ракете. Почему? Потому что, вы понимаете, Северная Корея официально находится под жесткими ограничениями, то есть в военно-производственном смысле с ней запрещено сотрудничать любым странам. В принципе, никто и не сотрудничал, то есть никто и не поддерживал те или иные, ну давайте условно будем говорить, что никто и не поддерживал военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. В данном случае Россия демонстративно нарушает, кстати, санкции, которые одобрены в том числе ООН. Это не просто секторальные санкции, которые приняли между собой несколько стран, например, Европейский Союз и Соединенные Штаты. Это те санкции, которые были наложены на Северную Корею через решение, в том числе, площадок ООНовских площадок. И, соответственно, сейчас Россия демонстративно обнуляет и эта составляющая. И, безусловно, мне кажется, что было бы правильно не просто делать заявление относительно того, что нельзя, недопустимо, это, в принципе, будет сурово караться, обход санкций Северной Кореи при помощи Российской Федерации. Мне кажется, что слова здесь абсолютно бессмысленные. Россия не будет придерживаться никаких международных договоренностей, понятно, не будет придерживаться никаких санкционов. Она находится в эффективном состоянии. Когда ты находишься в эффективном состоянии, тебе безразлично, что там право говорить и так далее, тебя выжить надо. Россия пытается получить где-то еще дополнительный объем оружия, до старого советского, понятное дело. Так вот, мне кажется, единственный действенный, тут вы абсолютно правы, способ на это реагировать, это предоставить больший объем других форматов оружия в Украине. В данном случае авиация, в данном случае бронетехника, в данном случае дальнобойная ракета, Атакам, Стаурус тоже и так далее, и тому подобное. Это было бы справедливо и правильно. И это действительно бы говорило, что в мире существуют инструменты влияния на страны, которые демонстративно обдуляют те или иные международные договоренности. Еще один вопрос у нас буквально остался. Российские праволастные СМИ получили от администрации президента РФ, вот как пишут, настоятельную просьбу, как можно меньше освещать тему. О второй волне мобилизации также не публиковать даже официальное опровержение этих слухов относительно мобилизации. О чем это может говорить? И вот Путин сегодня уже рассказал о том, что на фронт набрали 300 тысяч патриотов-добровольцев, где, правда, они их взяли, и что это за патриоты у них появились после полутора лет войны, непонятно. Они не набирали никого там по контракту, это с трудом у них идет. Нет, ну какая-то часть людей, конечно же, контрактуется, потому что люди находятся в разных этажах россияне, они же не умеют мыслить там в полном объеме и так далее. И, соответственно, кто-то не имеет доступа к информации, кто-то ведется на какие-то деньги, которые в итоге он не получает. Но вы абсолютно правы, Путин уверит, это, конечно, нонсенс, когда человек рассказывает, там, 300 тысяч, мобилизации не будет. Путин всегда говорит ровно все наоборот, в полном объеме. Соответственно, мобилизация будет максимально принудительная, жестокая, с избиениями, с арестами людей и так далее и тому подобного, потому что Россия не воюет креативно, не воюет технологически. Россия воюет, еще раз подчеркиваю, старым советским оружием и воюет большим количеством живых рекрутов, которых не жалуют, в принципе. Это очевидно. Понятно, что есть боеспособные генералы, не паркетного плана, не относящиеся, скажем так, к штабной работе в Минобороне, а те, которые в поле работают и так далее, понятно, что они сегодня выглядят не так, как выглядели год назад. Да, они вносят коррективы в способы войны, как таковы. Мы видим с вами линии обороны, которые действительно масштабные и действительно они создают нам проблемы в наступательных операциях. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, Россия воюет старой техникой, большим объемом, поэтому нужна Северная Корея. И Россия воюет большим количеством живого мяса, живой силы, которую не жалко, в принципе, расходов. И, соответственно, мобилизация будет идти. Что касается пропаганды, ну, в принципе, вы же прекрасно понимаете, что в России дискуссии нет, никакой свободной дискуссии по поводу того, что происходит, как происходит. И, безусловно, если люди в лагере, есть большое обилие вертухаев, если они будут там собирать людей, ставить в колонны и отправлять на смерть, ну, люди не будут сопротивляться. Но, вернее, это постепенно приведет к какому-то внутреннему социальному обрушению, безусловно. Но для этого нужно, чтобы Россия потерпела несколько тактических поражений по линии фронта. И это стало очевидным для тех людей, что больше царя не существует. Вот Прибожинский неудавшийся переворот, он как раз говорил, что царя нет. Если бы там еще несколько часов это продолжалось, ну, имеется в виду несколько часов, 48, 72 или даже 96 часов, то, безусловно, царь был бы обнулен полностью, и его бы мы с вами уже больше и не знали. Войско взбунтовалось, царь не настоящий, да? Конечно, безусловно. Стрелецкие полки вышли против царя. Ну что ж, Михаил, как говорят, предупрежден вооружен те, кто может попасть сейчас под мобилизацию в России, те, кто смотрит нас в России, они понимают, что их ждет, если их все-таки мобилизуют. Ну, а те, кто попадет на фронт, должны знать, что у них всегда есть возможность сдаться в плен и остаться в живых. Спасибо вам большое за это интересное интервью, за эту беседу. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был в эфире «Фридема». Всегда вам рады. Благодарю. Фридем в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Телеграм в Телеграм Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...